Колокольный звон Великой Победы. Первым делом в часовне иконы Божией Матери всех скорбящих радость руководство города епископ Бобруйский Быховский Серафим ставит свечу перед одноименным ликом Богородицы, чтобы почтить память героев. Дальше к администрации присоединяются трудовые коллективы, молодежь и тысячи неравнодушных. Возлагают алые гвоздики у подножия мемориала в честь воинов, которые отдали жизнь при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го. Здесь увековечены имена 938 погибших солдат. После построения торжественное шествие многотысячная колонна двигается по Минской в сопровождении военного оркестра. В руках участников республиканской патриотической акции «Беларусь» помнит портреты дедов и прадедов, которые самоотверженно держали удар. Май 2023-го встречают так же весело и масштабно, как и май 45-го. В сердце каждого бесконечная благодарность и гордость. Кругом флаги – государственная символика, а главное – радость. Наш прадедушка Блинов Владимир Николаевич участвовал в взятии Кенинсберга, получил медаль за отвагу. Мы гордимся и помним. За то, что дед-прадедушка был коммунистом, мою прабабушку вместе с тремя грудничками забирали, чтобы сожечь их в тылу. Это радость, одновременно также грусть, потому что благодаря нашим военным мы победили. Спустя полчаса колонна прибывает на площадь Победы. Здесь митинг-реквием, возложение и минута молчания. Дальше – демонстрация военного построения. Слаженность и синхронность впечатляют. Герои этого дня – ветераны. Их истории – истина, которую необходимо бережно хранить, защищать и передавать из поколения в поколение. Память о подвиге сквозь время выступает великой объединяющей силой. Служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления. В этот день горожане отдают дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, сокрушил фашистское зло. Мы помним каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вел с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и самоотверженно трудился. Дорогие побручане, поздравляю вас с великим праздником, с светлым праздником, с Днем Победы. Мы благодарим ветеранов за тот подвиг, который они проявили. После официальной части за солдатской кашей и горячим чаем выстраивается очередь. Здесь бронированная гусеничная машина, знаменитая ОСА и пульт управления ПУ-12. Рядом с полевым фудкортом работает выставка боевой техники. Это праздник для всей семьи, для всей страны. А для вас День Победы что значит? Ну, очень многое, конечно, потому что воевали деды за Родину. Всегда, когда даже музыку слышишь, сердце замирает. День Победы для нас большой праздник, конечно. Мы всегда помним, чтим. Дедушка воевал, прадедушка воевал. К сожалению, не вернулись, погибли. Поздравляем всех побручан с великим праздником, с Днем Победы. Желаем всего самого хорошего. В первую очередь, мира над головой, счастья, благополучия и всех-всех-всех благ. Здесь же целый день работают ярмарка мастеров, палатки с едой и тематические площадки. Горожане с удовольствием подпевают «Катюша», танцуют под вальс Победы и с восхищением наблюдают за актерской игрой областного театра драмы и комедии. В репертуаре – Василий Теркин. Уже вечером горожан объединяет зрелищный флешмоб от профсоюзов, трудовых коллективов, пионеров, БРСМ и Белой Руси. Ольга Васенда, Павел Зуев, Бобруйск, 360.